Я понимаю, что за Венуатой голосовали, скажем так, в большинстве, не все, но в большинстве, наверное, больше латыши, за Сасканец Центр голосовали, в большинстве, наверное, русские. Я думаю, что если мы серьезные политики, мы должны стараться преодолеть этот раздел. Конечно, это не удастся сразу, но мы должны найти какой-то компромисс, потому что из этого мы все теряем. Там не будет выигрывать только латыши или только русские. Есть какие-то основные вещи, где, скажем так, латвийская сторона не может отойти, ну, скажем так, какие-то там основные принципы. Но есть и какие-то вещи, где мы должны посмотреть объективно на Сасканец Центр и на тех людей, которые голосуют за так называемые русские партии, потому что тоже эти люди хотят хорошо экономически здесь жить, они тоже, многие из них, патриоты этого государства. Ну, почему не постараться найти общее? То есть я за это и потому и мы были та партия, которая хотела в коалиции, в принципе, видеть Сасканец Центр. В этом случае нам это не удалось. Я думаю, что вина была на обоих сторонах, потому что у согласия тоже нет сейчас большого интереса идти в правительство в ситуации кризиса, потому что, ну, зачем партии, которая была в оппозиции, брать на себя всю ответственность? Ну, и не только поэтому, еще было выдвинуто условие насчет оккупации. Да, ну, насчет оккупации, я не знаю, конечно, насчет слов, но мы должны будем прийти тоже здесь к какому-то компромиссу, потому что это, в принципе, вопрос о легальном статусе этого государства. Ну, конечно, если согласие не может найти такой вид, как осознать легальный статус этого государства, это очень осложняет сотрудничество ее, но я думаю, что там есть серьезные политики, которые это понимают, и, конечно, мы тоже знаем, что одна вещь – бороться за своих избирателей, или на латышской стороне, или на русской стороне. Со самого начала, если мы найдем общий язык, согласие, будущее, конечно, кто-то потеряет немножко из своих голосователей. Это будет на обоих сторонах. Но если мы знаем эту проблему, мы должны вместе с этим работать. Я думаю, что политик – это человек, который не всегда идет за толпой людей и просто смотрит, что они там кричат на улицах, но человек, который может показать какую-то визию, здравый смысл и видеть и сказать этим людям, знаете, ну, не все мы правильно делали, сейчас мы должны все-таки консолидироваться и идти вперед. Это мое понимание о политике в будущем в Латвии. – Господин Фабрикс, ну вот лично вам и вашей партии важно, чтобы Центр Согласия произнес эту фразу – «Мы признаем факт оккупации Латвии». – Знаете… – Я вам сейчас объясню, почему такой вопрос. Просто ответьте, да или нет. Вам именно важна такая фраза, чтобы они произнесли? – Я не хочу отвечать «да» или «нет». Я хочу сказать по-другому. – Нам важно правильное мнение Центра Согласия насчет легального статуса Латвийского государства. – Если это… И это может не включать фразу «оккупации», да. – Это может быть по-другому. – Но мы должны ясно знать, что, скажем так, эта партия как-то, ну, не подрывает основы государства. – Это ясно. – На счет оккупации, ну, такие признания были, в принципе, если мы хотим. Вы можете спросить у бывшего ТБ ЛНК депутата Добелеса. Они уже, по-моему, в 96-м году признали этот факт в нашем парламенте. То есть, легальный статус признания есть. Там очень многие международные, скажем так, руководители это признали. То есть, вопрос здесь не о слове. Там инкорпурация, оккупация, аннексия и так далее. – Вопрос о легальном статусе. То есть, если у нас нету там серьезных расхождений между партиями, тогда, я думаю, мы можем это принять для нормального, скажем так, латвийского избирателя, с латвической стороны. – Представитель Гражданского союза партии, которая тоже входит в блок единства с армией Телларта, считает, что это очень важная фраза, и Центр Согласия все-таки должен произнести. Вот к чему я все-таки вела. Нет ли каких-то разногласий в блоке единства в самом внутри? Потому что, опять-таки, вот такие заявления со стороны представителей различных партий, которые опять-таки входят в это единство, говорят об обратном. Нет, ну, понимаете, если Эллетт так говорила, большинство людей эту проблему легальности понимает, скажем так, очень, скажем так, примитивно. То есть, вопрос окупации – да, окупации – нет. Это вопрос о легальном статусе. Я думаю, что само имя оккупации – это для меня персонально не важно, если я знаю, что люди думают о нашем государстве, насчет продолжения этого государства, насчет того, что это государство не перестало существовать в советское время, так же, как и я. Это главное. То есть, я думаю, если бы мы серьезно садились у стола переговоров об этом, я думаю, мы нашли бы компромисс на обоих сторонах. А блок единства сейчас все-таки един? Ну, как едина может быть семья? Конечно, у каждого есть свои, скажем так, идеи, мысли, там, приоритеты, но важно то, что мы хотим быть более едины. Скажите, а почему тогда сегодня газета «Недкорига» вышла с таким заголовком, с вашей цитатой на первой полосе о том, что не надо торопиться из блока единства делать одну партию? Правильно, потому что я думаю, что на сегодняшний день мы не исчерпали, скажем так, нашу конфедерацию трех партий. Это не означает, что мы не хотим идти в сторону единой партии, но это должно быть со временем. Нет смысла сделать партию одну, пока мы тоже не осознали, в чем наши различия и в чем, скажем так, наша сила. Я думаю, что мы еще не исчерпали свои возможности той конфедерации, в которой мы находимся, но я не исключаю возможность, что мы придем к единой партии. То есть у вас сейчас получается такая форма гражданского брака. Жить вместе можно, а штамп в паспорте ставить пока не обязательно. Правильно, да, так и есть. И вы можете это сравнить тоже, скажем так, с консолидацией Европейского Союза. Есть государства, которые более за федерализм, есть государства, которые более за, скажем так, конфедерацию. Мы в процессе, мы начали процесс. Как мы выйдем из этого процесса? Ну, посмотрим. Можно ли вернуться к переговорам с центром согласия? Да. А, думайте, это вопрос, да? Да, это вопрос. Вы сказали, да. Сейчас и на вашу агент, то можно с такой новостью уходить. Я всегда выступал за это, потому что я считаю, что самая большая беда у нас не центр согласия, а то, что этим государством очень долгое время руководили партии, за которыми стоят большие олигархи. То есть это мое понимание. Но я думаю, что на этот момент эти переговоры исчерпаны, потому что это зависит, в первую очередь, от премьеры. И я думаю, что, скажем так, в этом правительстве центра согласия не будет. В общем, не в этот раз. Не в этот раз, да. Господин Паврикс, есть еще у меня такой тоже вопрос, не менее актуальный. Сейчас происходит разделение министерских портфелей, портфели делят. И вот Союз Зеленых и Крестьян недоволен тем, что предложило им единство. Они были недовольны вчера, вы предложили им пять портфелей. Сегодня было им предложено шесть портфелей, но они все равно недовольны. Что же с ними делать? Ну, мне трудно комментировать сейчас, потому что я был тоже на переговорах сегодня утра в девять часов у премьера. И там, в принципе, были четыре представители этой партии. И они все одним голосом, в принципе, согласились на эти шесть министерств. То есть, если там что-то поменялось, мне трудно поверить. Я все-таки пока думаю, что мы нашли сегодня с утра общий язык, и мы сможем сделать правительство на следующей неделе. Ну вот, насколько я понимаю, СЗК очень хотел получить пост министра юстиции. Почему же не дают ему? Нет, ну, скажем так, это вопрос, конечно, переговоров. И я думаю, что этот передел, ну, как-то мы нашли компромисс, они оставили это министерство у коалиции премьера. Так что я думаю, что вопрос... А Лоскутова будете выдвигать на эту должность? Нет, Лоскутова мы, наверное, не будем выдвигать. Я думаю, что Лоскутов в первую очередь, он первый раз выбран в парламенте. Я думаю, что мы хотели бы его видеть в одной из комиссий. Юридической, скорее всего. Или юридической, или какой-то другой. Но, в принципе, потому что тоже с нашей партии у нас заходит в парламент пять новых депутатов. И они немножко должны тоже понять, как политика там происходит. Потому что все-таки, ну, это не такая уж легкая работа, в принципе. Ну, вот вас выдвигают на пост министра обороны, насколько я знаю. Но вам все-таки ближе министерство иностранных дел. На должность министра иностранных дел претендует Гиртвалдис Крестовскис. Я так понимаю, что вы не очень хотите отдавать ему это кресло? Нет, ну, это не мне судить я могу или не хочу отдавать. Это выбор премьер-министра. Я, конечно, премьер давал свои аргументы, потому что я предлагал свою помощь насчет внешней политики, исходя из того, что мы находимся в ситуации кризиса. В ситуации кризиса лошадей менять не надо. Я могу начинать там работать с первого дня, потому что, в принципе, я все нюансы этого министерства и внешней политики знаю. Но, конечно, опять там был консенсус. То есть, после переговоров с Пилсом и Савианейбой, премьер пришел к такому выводу. Я это респектирую. Я буду, скажем так, надеясь, что я не хуже буду работать в Министерстве обороны, чем я работал в Министерстве иностранных дел. Ну, а Крестовскис будет хорошим министром иностранных дел? И у меня такой вопрос. Не развяжется ли война с Россией на следующий день после того, как его назначат на эту должность? Будьте спокойны. Войны с Россией не будет, потому что оборона, солдаты будут со мной.